И снова здравствуйте! Сегодня у нас праздник для любителей олдовых грузовичков. Сегодня у нас вот такой Mercedes Series LP 331. Находится в салоне Mercedes, естественно. Я её уже предварительно просмотрел. Очень даже неплохая моделька. Всё очень красиво выглядит. Текстурки свои и шин, и дисков. Всё очень классно выглядит. Всё такое под старину. Единственное, что кабина не такая пошарпанная, как всё остальное. Но выглядит очень даже детально и красиво. Смотрим, что у нас по кабинам. Здесь есть три вида кабин. Вот такая расширенная. Это мы смотрели, это стандарт. Точнее, вот это стандарт с такими боковыми окнами ещё. Ну, какую выберем? Наверное, вот эту, что побольше выберем. Рассмотрим его ещё раз. У нас даже кабели есть. Всё отлично. Смотрим, что у него с шасси. 4х2 стоит. Поставим 6х4. Отлично. Так, идём дальше. Что у нас по двигателям? Мотор-дизель. Так, 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 так. Значит, пять вариантов моторов есть. И 5-ступенчатые 12-ти и 16-ти передач коробки. Так, что у нас по интерьеру? Интерьер не меняется, но зато смотрите, как он отлично выглядит. Единственное, что вот эта плёнка блестит как-то сильно. Идём на покраску. На покраске у нас ждёт несколько заготовленных цветов. Ну, даже не знаю, какой выбрать. Вот ещё не хватает. Хотя бы один скин бы сделали такой с элементами поношенности. То есть, ну, чтобы там было всякие чуть-чуть ржавчины. Вот, было бы вообще супер. Так, ну, я не знаю даже, какой цвет ему придать. Ну, давайте вот этот красный оставим. У нас даже обивка в салоне тоже красная. Хорошо подходит. Идём к внешнему моддингу. И что мы тут видим? Здесь мы можем поставить вот такие вот дополнительные бамперочки. Даже с дополнительными сигнальчиками. На них можно поставить световые точки. Но вот эта большая вот не ставится. Если маленькие точки, видите, они ставятся. А если вот эту большую, всё, она уже куда-то проваливается в текстуры. То есть, не до конца. Ну, этот бампер как-то сюда не пляшет, я считаю. Он, ну, как бы выбивается с общего образа данного грузовика. Так что, я думаю, его мы не будем использовать. Так он класснее смотрится, аутентичнее. Так, что у нас здесь? У нас вот решёточка двух вариантов. Красная такая, тёмно-красная. И металлик. Ну, думаю, металлик отлично будет смотреться. Антенны с одной стороны и с обеих сторон можно поставить. И они отлично расположены. Не торчат вперёд, как я не люблю. А вот так очень даже ничего. Что у нас с зеркалами? Давайте я приближу чуть-чуть. Опа. Вот такое под пластик. Под цвет кузова. Вот такие большие лапти. Тоже пластик и цвет кузова. Ну, давай эти большие поставим. Вот такие ушки у нас получаются. Окей. Что у нас дальше идёт? Это у нас всё внутрисалонные дела. Санвизор сейчас у нас пластиковый. Можно поставить под цвет нашего грузовичка. Так, что здесь у нас меняется? А, это уже мы назад забежали. Так, что здесь поменялось? Менялось. Так. Ага. В салоне добавляют шторки. Возможно, с салона нельзя будет, но шторки добавляются. Добавим их. Окей. Что у нас здесь? Эскада. У нас здесь добавляется вот такая вот лесенка. Её оставим, естественно. Так, что у нас сбоку можно менять? Посмотрим. Ага. Можно покрасить всё-таки вот этот вампирочек. Можно сделать под цвет вот с такой хромированной вставкой. Очень классно. Ну, я думаю, что вот этот с элементами пыли, грязи больше подходит. Я его оставлю. Смотрите, что у нас здесь. Здесь у нас есть четыре вида шин. Вот это сейчас стоит. Вот такой вот. Bridgestone. Будьер. И Мишелин. Ну, то есть, сильно разницы нету, но они такие именно оригинальные покрышки. Так, смотрим, что у нас на дисках. Есть такой чёрный. Но вот этот, как бы под ржавчину, очень даже неплохо смотрится. Так, ещё раз осмотрим, чтобы мы ничего не пропустили. Так, что это у нас за точечка? Ага, тут у нас добавляется труба. Так, 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 так. Не вижу, не вижу. Вот отсюда выходит труба. Так. Двухсторонняя труба. И одинарная труба. Ну, я думаю, вот эта труба получше смотрится. Идём дальше. Ещё какую-то точку я забыл. Так. Ага, тут можно даже вот эти защиты колёс менять. Ну, не знаю. По-моему, вот эта с полным накрыванием лучше смотрится. С этими старинными колёсами. Что у нас сзади? Так, 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 так. Тут даже две точки надо не пропустить. Ничего. Что меняет эта точка? Красит в цвет корпуса наш вот этот мост. Так. Ну, наше шасси. То есть красит в цвет корпуса. Так, что это за точка? Ага, тут вот можно поменять даже вот наши фары. Вот такие достаточно неплохо смотрятся. Так. Хоть бы чего-то не пропустить. Всё, я уже все точки посмотрел. Перемещаемся в салон. В салоне у нас такая вот красота, что у нас по зеркалам. Вот такое маленькое. Но я думаю, оно не информативно. Слишком уж маленькое. А вот это лапоть. Он с нежки плохо смотрится, действительно, как уши. А вот тут, правда, изображение растянуто. Ну, покрасим под цвет, естественно. Что у нас здесь? А здесь у нас огромный GPS. Отлично. И такой небольшой GPS мобилы. Ну, поставим большой GPS. Так, что у нас здесь? У нас здесь можно поставить точки. О, да. Поддержка Cicel есть. Я благодарен автору, что он позаботился. Кому не нравится GPS, он может не ставить GPS. Ой, то есть, Cicel, я извиняюсь. Аксессуары должны быть. Оставить их или нет, право выбора уже пользователя. То есть, единственный вариант, который неприемлемый, чтобы автор впилял уже какие-то элементы аксессуаров, что их нельзя было убрать. Тогда, да, кому-то не нравится, они тут уже не убираются. Ну, так, что у нас здесь? Ставится рация такая. Здесь можно стандартные аксессуарчики. DLC-шные поставить. Кепочку. Что вот это, я не знаю. Ну, давайте очки. О, не, очки плохо стоят. Телефончик. Ну, кошелечек кинем. Окей. Так, что здесь у нас? У нас тут добавляется камера дополнительная. Это она показывает, что перед нами. Так, идем дальше. Что это за точка? Так, вот здесь добавляют вот такой вот компьютерик. Именно даже с клавиатурой. Ну, не знаю, ну, поставлю. Хорошо. Так же точки Сисола можно и здесь расположить. Очень хорошо. Автор все сделал. Давайте под цвет красную елочку повесим. Так, это у нас наш санвизор. Мы его уже настроили. Здесь можно стандартные висячки прицепить. Так, что здесь? Это документус. Ну, какая-то папочка с документами ложится. А, здесь можно поставить радио. Отлично. Так, что у нас на пассажирском? На пассажирском, к сожалению, только можно сумку поставить. Ну, стандартную. Ну, и на том спасибо, конечно. Да, вот эта точка с шторами. Она все-таки внутри, но мы уже все справились. Здесь можно добавить вот дополнительную такую полочку. Так, что у нас снизу? Снизу это у нас антенны. Мы уже с ними разобрались. Хорошо, руль никак не меняется. Но это не нужно. Этот руль как раз подходит к этому автомобилю, к этому грузовику, к этому салону. Хорошо, покупаем. Покупаем быстренько. Так, давайте сразу не выходя, я прикину, как будет смотреться наш трейлер. Картсайдер. Плимут, 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 плимут. Картсайдер. Давайте кока-колу к нему пристегнем. Use не будем нажимать. Или давайте use. Use так use. Будет у нас он возить кока-колу, почему бы и нет. Хотя бы лучше пепси, конечно, возил. Так, ну давайте drive, посмотрим, что тут у нас удалось сваять. Довольно-таки интересненькая моделька, мне очень понравилось. Так, мы внутри нашего мерседесика. Выключаем программный GPS. Давайте запускаем двигатель и слушать, как это все. Вау. Отличный звук. Такой мощный. ЗИЛ-подобный. Так, здесь у нас рация. То есть радио. Рация у нас здесь. Ну, все отлично выглядит. Единственное, что у нас светится. Но это небольшая проблема. Так. Вот у нас, видите, камера как показывает. Будто это где-то далеко, но на самом деле это перед нами. И GPS достаточно неплохо показывает. И он достаточно большой. Хотел еще посмотреть, как работает включение. Анимация есть или нет. Так, анимации включения нету, к сожалению. Проверяем поворотнички. Ручка есть. Двигается. Да, есть анимация. Теперь давайте включим дождик. Некоторые ошибки по Директ Иксу все-таки есть, но не так много, чтобы испугаться этого. Так, пошел дождик. Проверяем дворники. Надежда, что они будут работать. Раз. И дворники стирают. Да. Ну, не полностью весь обзор стирают, но зато они работают. Так. Отлично работают дворники. Так, я только что заметил, тут какие-то... Ага, это у нас педали. Педали не анимированные. Ну, да ладно. Смотрим, как эта снежка смотрится. Кабели тоже работают. Вот чудо. Шикарный мод. Он смотрится, кстати, с кока-колой. Неплохо, неплохо. Дворники работают, снежки. Посигналим. Включаем свет. Дальние поворотнички. Ух ты, сверху они находятся. Класс. Отлично. Включим нормальную погодку. У нас снова светло. Кстати, дворники у них... Раз. Два. Раз. Два. Два режима работа дворником. Ну, нормально. А ну-ка, включим попозже время. 22. Тек, тек, тек. Ну, в салоне и так светло. Даже с выключенным светом. У нас всё читаемо. То есть, ну, я не знаю. Давайте время ещё позже. Давайте... Там... Два часа ночи. Ох. Да, когда два часа ночи, то светятся только клавиши почему-то в нашем бортовом компьютере. Подсветка приборки есть, но в салоне, к сожалению, нету подсветки. Ну, и так всё. Всё уже отлично. Мне уже всё нравится. Так, выключим. То есть, сделаем время. Время 16. Светло у нас снова. Давайте немножко проедемся. Ну, я просто не могу без этого. Так. А, ещё хотел посмотреть, не меняется ли положение руля. Нет. Руль, к сожалению, не меняется. Давайте отодвинем немножко, чтобы видеть всю нашу красоту. Так, стоп. И бортовой компьютер. Бортовой компьютер работай. Да. О, чудо. Ну, некоторые символы вылазят, но это не критично. Бортовой работает. Это просто прекрасно. Давайте вот чуть-чуть буквально проедемся. Посмотрим, что за камера. Классно камера показывает на берегу. Всё видно. Так, я знаю, что фары запомнились. В общем, всё жёлтое. Да, куда можно тут поворачивать? Сейчас сюда заедем, наверное. Сюда в этот... На этот складик. Я всё ещё в двух там ввожу. Всё. Здесь мы парканёмся. Вот смотрите, какой красавец. Вот ещё двигатель. Он выключился. Да. Двигатель выключился. Но звук что-то продолжался. Когда я зашёл в кабину, всё. Смотрите, какой красавец. Мод мне очень понравился. Я ему... Я давно уже не встречал таких хороших модов. Всё. Практически всё нравится. Что бы ещё хотелось бы добавить на пассажирское место, чтобы можно было садить пассажира или сисел. Ну, это так, мелочи, придирки. Сумки тоже достаточно. Но пассажирами было бы вообще отлично. И ещё хотелось бы, чтобы были скины каких-то компаний. Или скин, который повторяет вот эти грязности на наших колёсах, там, на бампере, чтобы можно было сделать вообще такой old style mobile. Так. Отлично. Классно смотрится мод. Ставлю девятку из десяти. Кто досмотрел, всем спасибо. Пока.